В эфире новости 24 на 6 канале в студии Алексей Дудин. Здравствуйте. Загорелся прямо на проезжей части. Сегодня во второй половине дня, как раз в час пик, во время движения загорелся автомобиль Volkswagen. ЧП произошло на Большой Нижегородской между остановками улицы Погодина и ВХЗ. Как рассказали очевидцы, водитель еще находился за рулем, когда из-под капота повалил дым. Автомобиль пришлось поставить на аварийку. И до приезда пожарных владельцу оставалось только просить о помощи других, проезжавших мимо водителей. Кто мог, кто у кого глушители были, то останавливались, помогали. Вот 15 глушителей не смогли стушить. Просто задымил, загорелся изнутри, он остановился, принял аварийную остановку, принял. Перегорел тросик там у него, по-моему, а капота открыть не смог он. Поехал, задымил, на обочину встал и все. И вспыхнуло. Надо смотреть, может, проводка замкнула, я откуда знаю. А что теперь будете делать с машиной? Ничего, металлолом, страховки нет. Поняв, что даже с помощью 15 огнетушителей автомобиль потушить не удастся, очевидцы происшествия начали опасаться, что он вот-вот взорвется. Но трагедию предотвратили спасатели. Пожар тушили из двух машин, а капот удалось открыть только с помощью лома. Отчего загорелся автомобиль, устанавливают дознаватели. Предварительная версия – загорелась проводка. Во время тушения пожара по Большой Нижегородской растянулась пробка до площади Фрунзе. Крик о помощи. Уже несколько лет жительница Суздаля пытается достучаться до местных властей. Ее дом разваливается на глазах. Квартиру продувают со всех сторон. Фундамент разрушается, крыша течет. Однако чиновники не спешат помогать. Наоборот, как говорит пенсионерка, вышвыривают ее из кабинетов, да еще и оскорбляют. Чем провинилась женщина и почему ее жилище не ремонтируют? Расскажем прямо сейчас. Это двухэтажный жилой дом строили еще при царе-батюшке. Сколько дому лет – точно неизвестно. По словам собственников, возводили его еще в середине 19 века. Надежда Пенкина живет здесь без малого два десятилетия. И за это время не то, чтобы капитального, косметического ремонта не проводилось. Вот фундамент, он весь разрушается. Вот, потому что уже сцеплений нету, цемента, уже заместо цемента песок. И чтобы, значит, вот кирпичи вот берешь, они все оттуда вылетают. Квартира у Надежды Пенкиной приватизированная. Газ и воду она подключала за свой счет. Вместо туалета – ведро. Дома постоянно холодно и сыро. Пол плывет, крыша течет. С просьбой подлатать дыры она обращается к местным властям уже не первый год. Просила вот эти вот, чтобы не текли вот эти вот протечки, чтобы протечек не было. Он мне сказал, сам раз пообещал гудроном замазать. И так вот он и остался в том состоянии, как и было. Но вместо помощи женщина получает синяки и оскорбления. В конце мая в грубой форме пенсионерку выставили из очередного кабинета. По словам Надежды Пенкиной, руку к ней, в прямом смысле слова, приложил директор местного управления муниципальным имуществом. Ни слова не говоря, начал меня, значит, толкать из кабинета. Хватал за руки, выталкивал. В общем, короче, побил прямо в кабинете. Теперь у меня, значит, поврежен сустав на правой руке. Устав от несправедливости женщина взяла несколько плакатов и снова пошла к администрации, чтобы повесить их на центральные двери. Однако совершить задуманное помешал охранник. Парамонов меня оскорбил с такими фразами. Я подумала, что он вообще извращенец, и что он тут делает вообще? Да говорю, матерными словами, пошла отсюда, покусай мой ч***. И что ты еще там загнул? Я уже даже повторяю, мне 62 года, мне дяги слов никогда не говорили. Заявления, написанные в полицию и прокуратуру, не помогли. Не доказали правоохранители вину работников мэрии. Идем в администрацию сами. А вот и тот самый директор управления муниципальным имуществом Алексей Суханов. Довольно культурно и без рукоприкладства разъяснил ситуацию с ремонтом. В доме 6 квартир, 2 из них были муниципальные. Из-за того, что они в аварийном состоянии, жильцов расселили. Одну квартиру продали. И теперь ремонтировать весь дом за счет казны чиновники не обязаны. Чтобы сделать какие-либо работы. Капитальный характер необходимо провести в общее собрание, на котором определить перечень работы. Ихний дом, по-моему, в программу капремонта не вошел, если я не ошибаюсь. Поэтому собственники отчисления фонда капитального ремонта не делают никаких. Соответственно, то есть время содержания имущества общего, в частности, в этом доме лежит на собственниках. Откладывать совместно с соседями сумму на ремонт не вариант, говорит женщина. Денег и так не хватает. Квартиру можно деприватизировать. То есть отдать обратно государству, чтобы хоть какой-то ремонт осуществлялся, предлагает чиновник. Но и этого наша героиня не хочет. Пробовала продать, но никто не покупает. Дом уж слишком убитый. Но надежда, как известно, умирает последний. Пенсионерка ждет. Кто же разорвет этот замкнутый круг? Алексей Дудин, Константин Миронов, 6 канал. Приговор вступил в законную силу. 49-летнего Видадди Адагизалова осудили за причастность к незаконному обороту наркотиков в составе преступной группы. С начала 2012 года по март 2013 подсудимый совершил более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Как установил суд, уроженец Азербайджана Адагизалов создал в Владимирской области организованную группу по сбыту метадона. К исполнению преступлений привлек четырех своих знакомых, обладающих обширными связями среди наркозависимых лиц. Наркотики закупали в Подмосковье. В марте 2013 года Адагизалов был задержан с поличным. Навъездил Владимир при транспортировке очередной партии товара. При этом он отрицал, что в его машине есть запрещенные вещества. Суд приговорил Видадди Адагизалова к 9,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Уголовные дела в отношении остальных участников преступной группы находятся на рассмотрении в суде. За что задержан? Не знаю. При себе что-то есть? Нет. Наркотики, оружие. Ничего нет. Вы припасы? Нет. Помогут ли санкции местному производителю? В разгар пары сбора урожая сельскохозяйственники поделились своими планами на жизнь в условиях европейских обременений. Смогут ли справиться с импортозамещением владимирские фермеры? И почему продуктовый рынок на Чайковского закрывают? Обо всем по порядку, Алексей Соков. Есть проблемы с производством мяса и птицы, а вот с овощами все хорошо. Именно таков промежуточный итог сбора урожая по данным вице-губернатора Гусева. Осень пока радует. Не то что прошлогоднее, когда большую часть урожая затопило. Сейчас вот установилась вообще прекрасная погода. Так называемые бабьи лета. Значит, женщин не так много, наверное, в этом году нагрешили, что такая прекрасная погода. Она как бы обещает быть до конца этой недели таковой. Я думаю, что мы должны, по крайней мере, зерновые культуры все убрать. Где-то планируем на 180 тысяч тонн, наверное, зерна выйти. Неплохой показатель. Но вот смогут ли наши сельхозпроизводители накормить всю область? Тем более, что месяц уже действуют санкции на ввоз ряда продуктов из Европы и США. Да, возможности роста есть, говорят хозяйственники, но... Быстро собственным производством исправить и закрыть 20-30 потребностей России, конечно, не получится. Но это можно сделать за 2-3 года. Есть и еще кое-какие неприятности в связи с санкциями. Внутренняя конкуренция возрастает. А значит, возрастает и вероятность ценового сговора. И дело не в производителях, которые как продавали свою продукцию оптом по одной цене, так и продолжают продавать. А в перекупщиках. То, что колебания в магазинах везде сопоставимы, ну, это надо смотреть и контролировать ситуацию. Я вам сказал, что есть отдельные рыбаки. Не исключено, почему поставлен вопрос жестко, с учета применения этих санкций. Установить жесткий мониторик и контроль за цен. Нерегулирование цен. Люди разные есть. И совесть у некоторых растет из другого места. В долгоидущих планах Белого дома организовать единые логистические центры, куда бы с полей продукт свозился, а там бы уже решали, в какие города и весе его продавать. Кстати, реализовывать товары будут не только в сетевых магазинах. Продолжатся и сезонные ярмарки. Да и о рынках забывать не нужно. С ними, кстати, как заметил Вячеслав Гусев, не все так хорошо. Нормы СанПИНа не везде соблюдаются. На Чайковского закрыли по санитарным действительно и ветеринарным правилам абсолютно правильно. Потому что там был бардак в этом отношении. Сейчас его привели в порядок. Весь рынок на Чайковского, конечно, не закрыли. Речь идет только о мясном и рыбном отделах. Правда, они пока работают. Решение суда в силу еще не вступило. На время приостановления мы даже не сможем сюда зайти, для того, чтобы продолжить ремонт. Я лично, да не только я, никто не понимает цельсообразности такого постановления. Странно и то, рассказывает замдиректора рынка, на каких основаниях суд такое постановление вынес. Проверка проводилась месяц назад. И нагрянули в рыбный и мясной отдел аккурат во время ремонта. Естественно, что недостатки нашлись. Проверяющие были настолько строги, что даже потребовали заменить асфальт на территории подвоза товара, которая, по сути дела, для покупателя не так важна. Тем не менее, руководство предписание выполнило. Асфальт здесь новый. Когда ремонт закончили, то все нарушения были устранены. Появились новые кондиционеры и раковины. Поэтому зачем закрывать два отдела рынка, руководство не понимает. Своё мнение они направили в областной суд в качестве апелляции. Алексей Соков, Артём Горчаков, Шестой канал. Шефские связи крепнут. Председатель ЗАГС Собрания Владимир Киселёв нанёс визит в Республику Крым. А именно в Нижнегорский район, у жителей которого в воскресенье был праздник. День рождения района. В торжествах, по оценкам наблюдателей, приняло участие почти всё население Нижнегорска. Неподдельное веселье и спокойствие. Вот чем отличался этот праздник от всех, что проходили раньше. В составе России крымчане чувствуют себя уверенно. Есть перспективы на будущее. Уже сейчас устраняются проблемы, которые не решались десятилетиями. Во многом здесь и заслуга Владимирской области. О таких шефах нижнегорцы, по их же словам, не могли и мечтать. Сейчас все разговоры о том, что эти связи будут крепнуть год от года. Наши отношения уже сложились. И они очень тёплые, дружественные. И в различных направлениях они уже просто на века. Экономикой мы уже перешагнули дальше, чем просто какое-то оказание помощи. Не просто оказание помощи, а большое оказание помощи. Возрождение района проходит при активном участие губернатора Светланы Орловой. Постоянные консультации, помощь в решении конкретных проблем и самое главное. Это разработка дорожной карты развития партнерских отношений между двумя территориями. Будем много учиться, потому что есть масса вопросов, которые мы, например, не знаем, как это происходит в России. Это касается бюджетных денег, это касается различных программ, в том числе сельскохозяйственных. От культурного обмена, просто человеческого, наваживания вертикальных, горизональных связей между предпринимателями, что очень важно. Привлечение инвестиций с Владимирской области сюда, потому что мы бы работали, как бы, хотели бы с этим вопросом заниматься. В подтверждение этих слов свежая информация. Уже с этой недели в Нижнегорском районе приступили к работе специалисты администрации Владимирской области. Главная задача – перевести ранее озвученные договоренности в материальную плоскость. И первая ласточка – создание логистического центра, который сделает связь между Нижнегорском и Владимирской областью еще прочнее. В ближайшее время приедут наши специалисты из Владимирской области для строительства логистического центра. Логистический центр будет предназначен для обмена различными видами продукции, которые производятся в Нижнегорском районе и в Владимирской области. Но это только начало. Я уверен, что наши корпоративные связи будут крепнуть и в ближайшее время, в ближайшей перспективе из России, не только из Владимирской области, в Нижнегорский район. И в целом в Крым поедут большое количество инвесторов, потому что очень хорошая природа, очень хорошая земля и, самое главное, замечательные люди. Опыт в Владимирской области уже перенимают на крымской земле. В Нижнегорске планируют создать коммунальное предприятие по аналогии с нашими. Проводятся консультации и по нормативной базе. Депутаты ЗАГСа Брания помогают разобраться в тонкостях российского законодательства. Нижнегорцы верят, в ближайшем будущем с помощью Владимирской области им удастся возродить утраченную славу района и восстановить экономическую самостоятельность. Уверенность внушает и личное участие губернатора Орловой в судьбах рядовых нижнегорцев. Светлана Юрьевна, хочется поблагодарить вас за такой вклад, который вы сделали в помощи, в реабилитации нашего товарища. Во вине врачей он пострадал, но благодаря вам он сейчас находится в реабилитационном центре в Ялте, где ему в полном объеме предоставляется лечение и восстановление. Такого бы он никогда, конечно, не увидел. Большое вам спасибо от всего личного состава нашего, от всех сотрудников МЧС. Ко дню Нижнегорского района Владимирская область преподнесла несколько подарков, среди которых новая детская площадка и трактор для коммунальных нужд. А на ранее выделенные средства удалось провести ремонт нескольких школ, восстановить уличное освещение и привести райцентр в порядок к празднику. Александр Инин, Шестой канал. Правильно пишем по-русски. Акция с таким названием, приуроченная к Международному дню грамотности, прошла в областной научной библиотеке. Участникам предложили написать диктант. О том, кто пришел проверить свои силы и насколько сложным был текст, расскажут наши корреспонденты. Впервые во Владимире общегородской диктант писали ровно год назад. С тех пор акция стала весьма популярной среди горожан. Проверить знания русского языка в этот раз пришли более 90 человек, что называется и старый млад. Эльвира школьница, но текст диктанта ей показался несложным. Она уверена, ошибок допустила немного. Классная руководительница сказала, вот вы будете участвовать на диктанте. Было несложно, мне понравилось. Думаю, что люди должны убедиться в своей грамотности. Мы живем в России, мы должны быть грамотные все, без исключения. Все люди должны уметь писать без ошибок. Были среди участников акций и те, кто давно закончил школу. А некоторые, чтобы проверить грамотность, приехали даже из других городов. Я всегда слежу за акциями моего родного филологического факультета и всегда стараюсь на них попасть. И поэтому я, несмотря на то, что работаю в Москве, будучи во Владимире, всегда стараюсь попасть на такой диктант. И заново пережить студенчество и вспомнить студенческие времена. Виктор Николаевич последний раз писал диктант более 40 лет назад. Многое из того, что знал раньше, забылось. И именно ради того, чтобы вспомнить великий и могучий, решил поучаствовать в акции. Вот решил сам себя проверить на диктант. Чтобы знать русский язык, чтобы уметь правильно писать. Сейчас немножко потрудняет, потому что возраст и время уже прошло достаточно. Если кто-то из участников наделает кучу ошибок, красней за себя не придется. Фамилии здесь не спрашивают и двоек не ставят. Результаты будут анонимные. Ведь каждому участнику диктанта присвоен порядковый номер. Диктант, кстати, приурочили не только ко Всемирному дню грамотности, но и к 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа. Диктант несложный. По хрестоматийному герою нашего времени. В этом году у владимирцев будет возможность написать еще два. И каждый раз организаторы намерены повышать уровень сложности. Таким образом, постоянные участники диктантов смогут получить объективное представление об уровне своих знаний. И мы собираем анкеты для того, чтобы у нас были электронные адреса участников, чтобы могли мы их индивидуально пригласить на следующий диктант. И будем рады, если у нас будет участник, который во всех трех диктантах покажет наилучший результат и станет таким абсолютным победителем, самым грамотным, если так можно сказать, громотеем года. Узнать результаты диктанта можно на сайтах областной библиотеки и филологического факультета ВЛГУ. В следующий раз проверить свою грамотность горожане смогут в феврале. Диктант будет приурочен к Международному дню родного языка. Карина Трошинская, Артем Горчуков, Шестой канал. Еще больше новостей смотрите и читайте на сайте Шестого канала www.6tv.ru. А если у вас есть интересная информация и вы хотите стать героем нашей программы, звоните в редакцию по телефону 36 66 66. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok